Начинаем выпуск с трагической новости. Три человека получили смертельные травмы в автокатастрофе на Большевистской в Новосибирске. Жертвами ДТП стали жители Горноалтайска. Их эстима на бешеной скорости врезалась в припаркованный у обочины грузовик. Скорее всего, водитель уснул за рулем. Кстати, владелец грузовика буквально на минуту остановил машину, включил габариты и отправился к ближайшему ларьку за беляшами. В этой искореженной иномарке три ряда кресел. Всего семь мест. Шесть пассажирских, одно для водителя. Четыре человека были пристегнуты ремнями безопасности. Они выжили. А все те, кто сидел сзади, в последнем ряду минивэна, проигнорировали правила. Когда эстима врезалась в тягач, смерть этих людей наступила мгновенно. Чтобы достать тела погибших, потребовалась помощь спасателей масс. Одна из выживших пассажирок рассказала, что этот автомобиль была блокар. Люди заплатили водителю определенную сумму за недорогую поездку из Горно-Алтайска до Новосибирска. Выехали из соседней республики около 11 вечера, чтобы двигаться по полупустой трассе. Провели в дороге примерно 6 часов. Учитывая позднее время, все пассажиры спали. Видимо, водитель тоже не выдержал монотонности и задремал. Об этом свидетельствует и запись с уличной камеры. На ней видно, как «Тойота», не меняя траекторию движения и не снижая скорости, залетает на Большевистскую. Водитель «Тойоты» 1996 года рождения двигался по улице Большевистская. И у дома номер 177-07 со стороны улицы Пикогрессовская в сторону улицы Добролюбова совершил столкновение с грузовым автомобилем. Водитель грузового автомобиля 1963 года рождения. Судя по большим сумкам, перемотанным скотчем, почти все пассажиры из Тимы должны были отправиться либо в аэропорт, либо на железнодорожный вокзал. В отношении водителя, скорее всего, возбудят уголовное дело.